Александр, как Вы попали на фронт? С чего началась для Вас война? Война началась с того, что когда 18 марта пришел военкомат добровольцам, когда началась мобилизация. 14-го года, да? 14-го года, да. Меня брать не хотели. По одной простой причине у меня была третья стадия ожирения. Я весила 148 килограмм. Мне сказали, нет, мы тебя не возьмем, типа, это нереально. Я говорю, нет, вы меня берите хотя бы в военкомат. И они меня оставили. Я работал в военкомате. Работал в техподдержке компьютеров, ну и занимался работами с участниками боевых действий, с афганцами. Немножко. Ну и так повестки разносил, пару раз приходилось. В основном работа в военкомате с документацией. Потом был заполученный выход мой в госпиталь, когда увидел ребят, которых выгружали двухсотых, которые погибли по разным ситуациям. Поэтому чаще всего кровопотерь. То есть неправильное оказание медицинской помощи, неквалифицированное оказание медицинской помощи. Начал писать рапорты. Один рапорт написал, второй рапорт написал, третий рапорт написал. А мой военком, бывший, Романенко, он их все рвал. А это какой военкомат? Это Октябрьский военкомат. Когда принес десятый плюс рапорт, он мне сказал, ну ты понимаешь, говорит, у меня люди платят, чтобы оттуда не идти. Мне нужно заплатить, чтобы я пошел. Он сказал, он говорит, ну ты же взрослый мальчик. Тут же получил от меня двоечку челюсть. Я ушел. На следующий день меня вызвали в областной военкомат. Был разговор с подполковником Бедой. Или полковником, я уже не понял звание. Он тогда военкоман был. И он все понял, принял. И меня отправили с группой ребят в 93-ю бригаду служить. И ты там был кем? Пехотинец. Простой пехотинец. Пехотинец, который умел оказывать медицинскую помощь. Сначала я был санинструктором отделения. Потом меня перевели на должность медсестра-анестезист отделения реабилитации и восстановления. Но это я числился. А в основном я был все время на передке. То есть с ребятами, с пехотой лазил. Крайняя моя должность была в 93-й бригаде. Я был исполняющим обязанности в очмеда батальона. То есть, грубо говоря, это офицерская должность. Это должен быть доктор, врач. Но как таковых не было. Приходилось замечать. А хватало медикаментов? Я так понимаю... Благодаря волонтерам, да. Государство в этом плане? Нет. Государство, как обычно, надавало масть Вишневского, масть Тимурова, йод Зеленку, ИППшки, жгуты резиновые, которые рвались, только их начинаешь затягивать. Ну, в принципе, и все. А сейчас такая же ситуация? Честно, я уже... Вот я пришел в третий полк спецназа, когда я узнал, что мы собираемся на передовую выходить. Я пошел в медсанчай, сказал, у меня выходит 66... Ну, почти 70 человек, я с ними ухожу. Говорю, мне нужны медикаменты. На меня посмотрели, сказали, а нету. Я говорю, не вопрос. Позвонил ребятам, волонтерам, они мне перечислили денежку. Я пошел где-то тысяч на восемь, скупился. Покупал все, начиная от жаропонижающих и заканчивая на буфину. То есть, по сути, не хватает самого необходимого, да? То есть, в основном это ребята погибают от кровопотерь, да? Ну, да. Гемостатиков практически в армии вообще ничего не дало. Так же самое, как старая добрая история по поводу аптечек индивидуальных. Якобы отчиталось в Министерстве обороны, что кучу их отправило на передовую. За прошлый год, когда я пока служил в 93-й бригаде, я их не видел ни одной. В 3-м боку спецназа их тоже не видел ни одной. Вот со мной выходила группа ребят, я проверил, что у них есть по медицине. Тут же упал на телефон, озвонился своим волонтерам. Ребята надо, ребята сказали мне вопрос, они прислали порядка 50 аптечек. Я укомплектовал группы. А когда обратился в медсанчастью, не могу. Это харьковские волонтеры или это со всей Украины? Это Киев, это Харьков, это Сумы, это Винница, это Ивано-Франковск, это Львов. Это вся Украина? Это вся Украина. А скольким бойцам помог? Ну сейчас уже 187. Из них порядка 110-115. Это тяжелые, очень тяжелые. Это пневмотораксы, это и артериальные кровотечения, когда там отрыв рук, конечностей, ног, конечностей. Но сейчас как квалифицированный медперсонал, вот как ты оцениваешь? Уже научились помогать ребятам? Или уже ребята, уже сами ребята? Да уже сами ребята как бы научились. То есть как это происходит? То есть это какие-то, я не знаю, там, какие-то обучения? Есть служба медсанбат, ее проводит американец. Патрик сколотил группу ребят, как бы волонтер. Он ездит по передовой и занимается обучением инструкторов. В принципе, есть группа белые береты, как-то они так называются ребята, тоже волонтеры приезжают, тоже проводят занятия. Есть просто группы гражданские, волонтерские, которые ездят по передовой и тоже обучают ребят. Но в принципе, те ребята, которые уже, грубо говоря, полгода-год воюют, особенно инструктора, они уже поднатаскались и довольно-таки хорошо поднатаскались. То есть, если поначалу, например, даже если взять по медикаментам, да, если поначалу мне первый пневматурокс надо было пробивать ручкой, просто брал ручкой и пробивал, чтобы воздух спустить с легкого, то сейчас уже есть иглы, по крайней мере. Ну, хотя бы там одна игла на три человека уже есть из такого расчета. То есть, ты ушел, получается, весной 2014 года, получается, мобилизовался, демобилизовался? Я, получается, 18 марта пришел военкомат, в 93-ю я ушел в июне. 18 июля мы деблокировали Донецкий рапорт, 21 июля мы первыми брали Пески, мы тогда его не взяли. Почему-то про этот бой все умалчивают, все рассказывают про бой 24-го числа, заслуга того, что было сделано 21-го числа, об этом все молчат. 21-го числа погибло много ребят. Ерунский погиб Александр Лавренко со своим экипажем танковым, они тогда уже у них БК не было, они ушли чисто броней, задавили минометы противника, задавили два автобуса противника, плюс куча живой силы просто перепахали. И когда они погибли, сепротисты их отдали, не покалечили ничего, просто были восхищены, может быть, мужеством этого экипажа. Было 24-го, когда брали мост, там ребят тоже очень много погибло, было много раненых ребят, очень много раненых было ребят. Ребят раненых было порядка 70 человек. Про этот бой все молчат. Все вспоминают, как 24-го числа Нацгвардия при поддержке правосектора батальона, по-моему, Тонбасс и Днепр-1, и 93-я бригада взяли правосектора. Но это был уже второй бой. Первый бой был 21-го числа. Ты все время служил в аэропорту? Все время был в аэропорту? Нет. Я в аэропорту был, первый раз мы прорвались, вот это же 18-го я был, 4 дня период, или 3 дня. Потом второй раз мой заход был уже после того, как я вышел из госпиталя, просто в том бою 21-го числа, когда вытаскивал раненого на меня упало дерево, и получилась, грубо говоря, легкая контузия и надрыв ахилла, сухожилья на пятке. Наложили гипс, две недели я в нем пролазил, снял гипс, и опять же вернулся. Я ездил в аэропорт, вывозил раненых, плюс просто еще несколько, с разведкой мы туда пробирались. Уехал я оттуда, меня перебрусили в другое подразделение, в другом направлении. И третий раз мой заход туда же, тоже в тот же где-то период был, сразу после госпиталя. Ну тогда уже там, мы когда первый раз прорвались в аэропорт, там была вода, там был свет, то есть как бы было еще все более-менее цивильно. А вот уже последний раз, когда я был, то там не было ни воды, ни света, ничего, все привозили сами. Очень ценились влажные салфетки. Покупаться человеку хватает 11 штук. А как эвакуация происходила из аэропорта, я имею в виду раненых? Ну в основном там, под обстрелом на броне привязывали ребят и увозили. Такой, как Женя Можевикин, он же Адам. Это вообще легенда аэропорта, если бы не он, то это реально офицер, который садился в танк и с ребятами на прорыв, на ходу, отстреливаясь, пробиваясь, привозил воду. Его обвешивали баклажками, ящиками с продуктами, со всей бедой. Приезжал, разгружался, загружался ранеными и выезжал. А сейчас в каком ты статусе? Я сейчас в отпуске. Получается, 9 марта меня демобилизовали с 93-й прихоты. 10 марта я был уже в 3-м полку спецназа. Взял отношения на руки. Тут же приехал в Харьков, прошел медкомиссию. И с 1 апреля я приехал в ПОРК. И с 11-го мы уже уехали в сектор. Насколько сейчас? Есть ли статус участника боевых действий? Статус участника боевых действий я получил. Как это происходило? Поэтапно, насколько легко, насколько... Первый раз наши документы подались в ноябре месяце, они где-то потерялись. Второй раз документы подавались в феврале за месяц демобилизации, они потерялись. Потерялись где? То есть потерялись просто в чиновничьих кабинетах? Я даже не знаю. То есть нам сказали, что повторно идет команда, повторно собирают документы. Потом в марте месяце мы увольняемся, нам опять же ШУБД не дают. Говорят, что документы ушли в ведомственную комиссию, при этом некоторым ребятам и по 3-4 раза подавали документы, потому что они куда-то реально пропадали. Сейчас много говорится о предоставлении льгот участникам боевых действий. Какими льготами пользуются? Коммуналка. Банальнейшая. Свет, вода, газ. У нас газа нет, у нас электричество. Встал на квартирный вопрос, может быть, когда-нибудь что-то решится. Встал на очередь на землю, опять же, может быть, когда-нибудь это все решится. Просто у нас получается, что для того, чтобы получить ту же самую квартиру, вроде обещают одно. Сначала, когда я встал на очередь на квартиру, мне сказали, что не знаем, куда вас вставить. Либо в общую очередь участников боевых действий, а там еще стоят афганцы, чернобыльцы, либо это будет какая-то отдельная очередь. Для атошников не вопрос. Потом по новостям говорят, что Кадмин выделил миллиард чем-то миллионов на покупку жилья для нуждающихся атошников. Тишина в ответ. Потом уже по харьковским новостям, но я этого не видел, конкретно утверждать не буду, было по бегущей строке, что Хород выделил часть квартир для нуждающихся атошников. Опять же, прихожу в инстанцию, задаю вопрос. Ну, как учит, жильем обстоит ситуация? У меня огромнейшая палата, у меня комнатка в общежитии, жилой площадью 17,4 метра квадратных. Я с женой трое детей. Отлично. Старший идет ребенок первый класс, поставит стол, чтобы она занималась нигде. Просто нигде. То есть, я правильно понимаю, подали все документы, да, и поставили в общую очередь, и как это произойдет? Я не знаю, я не знаю, в какую ее очередь. Это площадь Конституции 7, 6 этаж, это отдел, который ставит очередь на квартиры, и все. Дальше же я не знаю, куда идти. Есть закон «Статус ветеранов войны», значит, в нем написано, что участники боевых действий, получившие ранения при исполнении боевых заданий, государство обязано выделить, и стоящие на квартирном учете, нуждающиеся, государство обязано выделить жилье в двухлетний срок. А до этого в очереди не стояли? То есть, вот как это? Как по многодетке стояли. По многодетке. То есть, получается, и до войны тоже были в очереди, сейчас сколько ранений? Три, плюс две контузии, плюс перелом ноги, ну и так чуть-чуть. Ну, короче, целый букет. Ну, так. Опять же, когда человек раненый, ставится куча палок и выпалок в колеса для того, чтобы человек просто не получил компенсации. Каким образом это происходит? Вот это что? То есть, пишется другой диагноз? Банальнейший человек получает ранение в бедро. И начинается. Когда вот выписывается, да, вот бумага заполняется, акт о получении травмы, там, факт расследования, надо кругом писать, что он был в каске, в бронежилете, со всеми средствами защиты. Мой первый бой в Песках, который был, я был в каске без бронежилета по одной простой причине. Привезли бронежилеты с размером М-очка. Он на меня даже не налазил. А касок просто не было. Каски образца 42-го года, вот эти вот железные, которые вот выдают периодически, да. Сейчас у меня, да, сейчас у меня уже волонтерская каска, кевларова, хорошие бронежилеты. У меня хорошие тоже волонтеры помогли. А тогда, тогда, вот мы когда уходили с окружения, с кренки большой, у нас в ГАЗ-66 в козове лежало, ну, вот так вот, стопкой, 8, по-моему, или 9 касок. Вот один осколок пробил ихся. Они не идут под реалии этого боя. Они устаревшие. А форма, которая у вас там меняется, такое это реалии или нет? Ну, вот форма британка. В нашей форме ходить нереально. Она не дышит, она паркая, она никакая. А как вот мирная жизнь после песок, после стрельбы? Как было вот вообще адаптироваться? Да мне как бы адаптироваться проще, по одной простой причине. Я медработник. Если для кого-то смерть это что-то из ряда выходящего, то для меня смерть это нормальный физиологический процесс, который происходит с любым человеком рано или поздно. Я работал в роддоме, я работал на скорой, я работал в больнице, в терапии. То есть, со смертью я сталкивался довольно-таки часто. Поэтому для меня ничего страшного в этом нет. Для других ребят, когда человек живет в одной среде, потом его кидают в кровавую среду, где погибают друзья, где друзья становятся инвалидами, где он видит кровь, боль. И возвращаться к мирной жизни для него, может, это и тяжело. Мне в сфере того, что мне приходилось работать в больницах, да, там, либо на скорой, там, на аварии выезжать, я это видел постоянно, только в любостасе мирной жизни. И как бы я отходил более спокойно всего-то. Как семья относится к тому, что вы там? Ну, жена спокойна. Она у меня очень спокойный человек в этом плане. Она поступает мудро, она считает, что если я так решил, значит, так и надо делать. А дети? Ну, дети, дети еще пока маленькие. Скажите, как вы оцениваете минские договоренности? И просто ваша позиция? Они как? Они помогут? Помогут, то есть, сейчас они не помогают. Вы знаете, давайте вернемся немного в историю. Когда была война в Чечне, нет, не в Чечне, это когда Грузия с Абхазией, по-моему, воевали. Россия же выступала на стороне, по-моему, Абхазии. И грузины удерживали перевал, удерживали его на одном поселении, удерживали очень плотно. Потом был заключен договор, такой, как у нас, типа Минского. Грузины отвели свои войска, их тут же заняли товарищи россияне, и дальше пошло, как обычная война. Я могу ошибаться, там, каких-то... Я просто знаю, что я читал, параллели проводили именно с этими минскими договоренностями. Как прилетают снаряды, так и прилетали. Ну, то, что обострение сейчас происходит по линии фронта, то, что отвели, например, тот же Айдар, и тут же, по счастью... Ну, опять же, отвели, отвели ребят. А кого поставили взамен? Части, которые не были обстреляны, или которые плохо, ну, как, не участвовали в боевом соприкосновении? Нет, просто сняли и отвели. Их отвели. Вроде бы где-то там в Широкино поставили, или не в Широкино. Их отвели на полигон под Новомосковском, просто в чисто поле. Под Новомосковском? Это в Черкасске, получается? В Днепропетровской области? В Днепропетровской области. На полигоне, я понял. На полигоне, которые, в общем-то, они в палатках живут без матраса. Без воды, без... Это, честно, для меня это вообще странное понятие. Почему? Потому что, если взять 93-ю бригаду, есть медпункт, да? Куда привозили ребят, которые были больные, либо легкие ранения, которые можно было там на месте подлечить, и ребят возвращать на фронт. Вот они ко мне подходили и спрашивали, говорит, док, вот скажи, говорит, вот какая разница, что мы, говорит, на передке, что мы здесь. Там уж уложили доски, на них уложили матрас, да, и спали в спальниках. Здесь, в части, в медсанчасти, мы спим на кроватях с матрасами, без простыней, без наволочек. Отношение к людям какое? Зам. Ночмеда Айтара, мнение такого, что вот их оставили с технической водой, без сухпайков, без ничего, и он боится вспыши под такой жарой, всяческих кишечных инфекций. Я его прекрасно понимаю, я его прекрасно понимаю, это не только вспышки кишечных инфекций. Если человек не будет мыться, это, извините меня, приводит к дерматитам, фронт-кулезам, вот, для чего это делается? Для того, чтобы вывести из строя боевые единицы? Ну, вот, боевой дух точно будет подорван. Вот, кстати, в 93-е всегда был боевой дух на уровне, или все-таки были какие-то такие спады, там, из-за неудач, скажем, из-за... Вы знаете, мне повезло, наверное, с командирами. Сначала у меня был комбатом Кащенко Дмитрий, потом у меня командиром был одно время Женя Можевикина Дам, потом у меня был Петр Витушка Харек, кстати, наш харьковский капитан. Все они отличались одной чертой практически. Они были всегда оптимистами, они умели находить общий язык солдатами, и они практически не пили. Вот за это я их уважаю. Мое подразделение, где я был уже под конец войны, я не скажу, что мы не пили, не дай Бог. Я буду кривить душу, я буду аманом. Но когда 14 человек берет пол-литровую бутылку водки, по 50 грамм перед сном, чтобы микробы погонять, это не выпить. У нас никто не упивался. Почему? Потому что это передок. А звание народного героя Украины позволило решить какие-то проблемы, получение каких-то льгот и так далее? Или это больше для себя, для галочки? Как это воспринимается? Ну, плюсов она никаких не дает именно в жизни. Это не правительственная награда, это волонтерская награда. Единственное, что для меня важно, это то, что я уже повторялся, уже говорил, еще раз повторюсь, ни одна штабная крыса себе ее позволить не может. То есть это действительно народная награда, которая греет сердце, да? Она греет сердце, да. Она не дает никаких плюсов практически нигде, но она греет сердце. Если взять правительственные награды, у нас с моей команды награжден один только Александр Мамовой, который судья был, бывший. Из наших не награжден никто. Как так получилось? Ой, я не знаю. То есть подавались? Наши командиры подавали неоднократно и много раз. В ответ тишина. Эта процедура устанавливалась на каком этапе? Даже на этапе части. Она не выходила за территорию строевой части. В этой строевой части был такой товарищ, начальник строевой части, майор Новиков, который просто рубал все на корню. Он как-то это мотивировал? То есть вообще ребята спрашивали, почему? Я ему задавал этот вопрос неоднократно. Он ничем это дело не мотивировал. Он просто отмораживался. Из медиков в 93-м, которые были на передовой, 64 человека. Четверо погибло, четверо было в плену. Раненых человек 20-25. Наградные делались на все. Наградные делал я лично. Почему? Потому что я умею работать с компьютером. Меня попросил начальник медицинского пункта. Саша, давай помоги. Вот мы садились вечером, в рабочее время, садились и описывали. Все документы подбивали, отдавали в строевую часть. Когда я получал УБД, я его получал в ОКСХИД в Днепропетровске, вручал мне его начальник строевой части, полковник Киричук. Когда я у него спросил, он вызвал ответственного офицера по наградному отделу и спросил, сколько наградных пришло с 93-ти по медработникам. В ответ был полный ноль. Это было когда? Это было вот... В апреле этого года. То есть и на сегодняшний момент точно так же? Профессионных наград? Нет ни одной. Абсолютно. Это с тем, что киборги считаются, да? Ну, начнем с того, что киборги. И сам Порошенко говорил о том, что все киборги, которые удерживали Донецкий аэропорт, они получат награды, да? Ну, они точно как-то. Вот. У меня ребята, наши харьковские, стояли на позиции енотов в аэропорту. Вязали они в плен командира Кальмюса. Упаковали их. Он там был не один, их там было человек пять или шесть. Они их упаковали, отдали тем, кто командовал защитой Донецкого аэропорта. Редут, который получил Герой Украины. И за захват командира Кальмюса, Редут получает Герой Украины. Хотя он его не брал. Его брали харьковские ребята. А ребята? А ребята не получили ничего. Даже званием ребятам не дали. Хотя бы даже попетлиться. То есть они ушли, собственно, в том звании, в котором они пришли в аэропорту, да? Да, да. Ну, единственное, я пришел рядовым, сейчас я уже сержант. Вот. Мне повысили звание. Опять же, вот то, что не дается звание, это, как понимаете, это тоже экономия? То есть, чтобы не платить больше, или это просто халатность? Нет, это просто бумажка морательства. Это просто работа строевой части, которую никто не хочет делать. Зачем? Кому это выгодно? Как обстоят дела с выплатами за ранения? Ноль. Ну, то есть, вот три ранения, да? Три ранения, у меня ни одной копейки по выплатам. А ребята, которые, вот, собственно, остались инвалидами? По ним ничего не могу сказать. По ним ничего сказать не могу. Не хочу быть глаголов словным, как говорится. Если, может быть, они что-то и получили, не знаю. А волонтеры, то есть, когда вы получили ранения, вы были в Харьковском госпитале? Сначала, как говорят, это самое, Константиновка, на Пересылочном, и с Пересылочного, потом уже сюда, в Харьковский госпиталь. Как вы оцениваете работу Харьковских медиков? Как профессионалы хорошо. Как человеческий фактор. Ну, банальнейшая ситуация. Я попадаю в Константиновку, в больницу, травмпункт. Значит, мне делают снимок ноги. Говорят, дружище, у тебя перелом. Тебе вот выписки, описания, все дела. И меня отправляют в Харьковский госпиталь. Сюда я приехал, в гипсе, все как полагается. Со всеми выписками я приехал. И через пять дней ко мне подходит заведующий отделение. Он говорит, а что у тебя, счастье, не пришло письмо, где ты получил ранение. Ну, травм. Я говорю, не знаю. Говорят, ну, у тебя нет перелома, у тебя ушиб мягких тканей. Вот у нас ушиб мягких тканей, синяк. Лечится 27 дней в гипсе, а потом месяц реабилитации. Отлично. Отлично. Что сказать? За синяки же никто не будет компенсацию платить. Ну, да. Когда уж полевое, там осколочное, там уже деваться некуда. Хорошо. То есть, а когда полевое, осколочное, это тоже, то есть, это все, это бумажная тягамотина, да, с описанием, с вот этими всеми... Вы не представляете, сколько надо пройти инстанций для того, чтобы получить хоть копейку компенсации. Поэтому просто многие... Это сколько? Это много. Это очень много. Поэтому многие на это просто не обращают внимания, продолжают служить дальше и возвращаются на передовую. Как касаться в такой ситуации патриотом? Как касаться в такой ситуации, оставаться патриотом? Знаете, я сейчас приведу пример из Библии. Когда к Иисусу пришли ученики и спросили, «Учитель, вот ты нас учишь вот так вот, а вот фарисеи и книжники, которые знают Тор, они поступают по-другому, по Писанию. В этих нас учишь по-другому». Иисус им ответил, что вам до них? «Вы идите за мной, и каждый будет отвечать за свои поступки сам». Спасибо. Спасибо.